Всем привет! Сегодня у нас с вами на повестке дня новая осенне-зимняя коллекция 2019 года от Гош. И буду с вами предельно откровенна, вы знаете, эта коллекция скорее меня разочаровала, чем порадовала. Но! Здесь есть одно но, вернее даже два но. Есть в этой коллекции все-таки два таких скрытых бриллианта, на которые вот так вот проходя мимо можешь и не обратить внимания. Но в то же время я уверена, что эти продукты могут очень многим понравиться. Как всегда, все это я нанесла уже себе на лицо и сейчас мы приступим к той части видео, где я буду показывать нанесение, все комментировать, показывать это в макро. Ну, давайте, собственно, к этому и приступать. И начать я хочу с того, что я уже нанесла на лицо. Первый продукт, которым я воспользовалась сегодня, это был вот такой вот праймер для зоны под глазами от Гош из линейки Хамелеон. Этот праймер выглядит телесным и вообще Гош здесь не постыдились описать его как просто манну небесную или чудо такое в баночке, потому что там ему среди характеристик очень много чего интересного. Во-первых, это то, что разглаживает зону под глазами, минимизирует проявление морщин, снимает отечность, уменьшает темные круги под глазами. В общем-то, действительно читаешь и думаешь, вау, мне срочно это нужно. Сам по себе этот праймер, в принципе, даже выглядит неплохо. Я могу отчасти согласиться, что разглаживаются морщины и зона под глазами выглядит немножко лучше. Но как только сверху на этот праймер наносишь консилер, на мой взгляд, консилер наносится хуже, потому что эта зона и так довольно нежная и тонкая. И вот этот праймер под слоем консилера уже перестает показывать свои преимущества, а скорее просто служит дополнительным слоем, из-за чего и консилер выглядит немножко более тяжело под глазами. Я в своем прошлом видео о Гош показывала вам другой продукт. Там праймер для лица был из линейки Хамелеон. И я все видео построила вокруг того, что этот праймер это идеальное средство для макияжа без макияжа. Я вам ссылку оставлю на это видео. Вот это, мне кажется, тоже еще одно средство, которое вот хорошо впишется в ту концепцию. То есть, если вы наносите тот праймер, слегка выравниваете общий тон лица, и действительно это смотрится очень натурально, и для зоны под глазами вам не нужен консилер вообще в принципе. Я не знаю, существуют ли такие люди, но если вдруг существуют, то возможно вы заинтересуетесь в этом средстве. Потому что вот сам по себе он неплохо работает. Действительно, он немножко вот морщины приглаживает. Ну, за счет того, что он силиконовый, и силикон, естественно, вот эту зону немножко так разглаживает. Но если вы планируете наносить консилер, то лучше, мне кажется, обойтись без этого средства. И к слову, кстати, о консилере. Консилер у меня тоже есть новый, вернее линейка. Это, по-моему, не новая. Это новый оттенок. Оттенок 003 Sand. Я не знаю, чем я думала, и в какой вселенной я решила, что вот этот оттенок мне подойдет. Потому что на самом деле оттенок темный. Это, наверное, самый темный консилер, который только вообще в принципе у меня есть в коллекции. Но при этом, как бы, когда его растушевываешь, вот растушевывается, я не могу сказать, что сейчас видно темные какие-то пятна у меня под глазами. В принципе, этот консилер растушевывается нормально, практически полностью сливается с тоном моей кожи. Может быть, на волосину немножко темнее, вот какой-то более желтовато-оранжевый подтон такой вот просматривается. Особенно, когда я вживую на себя смотрю. Но в целом, конечно, оттенок не мой. Двойка мне бы подошла гораздо лучше. Что касается самого консилера, мне он чем-то напомнил Tarte Shape Tape. Тоже похожая такая жидкая консистенция, неплохо перекрывает. Единственное, они здесь пишут, что это Concealer High Coverage, то есть высокое покрытие. Я бы не сказала, что оно очень высокое, хотя достаточно высокое. Но, тем не менее, мне кажется, какие-то все равно вот более темные участки немножко-немножко вот проглядываются все равно у меня вот в этой зоне. И уж тем более, если у вас очень темные круги под глазами, то сам по себе этот консилер, скорее всего, не способен будет их перекрыть полностью. Что еще могу добавить по поводу этого консилера, это то, что на мне он очень сильно скатывается и трескается в морщинах. Мне абсолютно не нравится, как он выглядит в зоне под глазами. Вот сейчас прошло не больше, наверное, получаса после нанесения консилера, и уже все равно вот все как-то завалилось в трещинки, и все морщины под глазами стали прям такими явными. То есть все вот эти сеточки я прям вижу под глазами, и в течение дня все краше не становится, очевидно. И, кстати, сегодня в качестве эксперимента под этот глаз я наносила праймер плюс этот консилер, а под этим глазом у меня только исключительно консилер, и могу сказать, что сторона только с консилером мне нравится чуточку больше, хотя на самом деле, если так уж прям не присматриваться и не приглядываться, то выглядит по сути одинаково. И этот праймер, кстати, абсолютно никак не влияет на стойкость, что я им пользовалась, что я им не пользовалась. Консилер в конце дня все равно выглядит одинаково. В общем-то, эти две новинки мимо меня, а что не мимо меня, и о чем, кстати, вы тоже меня спрашивали каждый раз, когда это было нанесено у меня на лицо, это новая тональная основа от Гош, которая называется The Extreme Foundation Full Coverage. У меня это оттенок номер 2. У этой тональной основы 30 мл, сделана она в Дании, и у нее срок годности 12 месяцев после начала использования. Обычно мне не нравится тональная основа Гош, и вот раньше, какую я не пробовала, было либо какое-то среднее какое-то ощущение, ну как бы и неплохо, и не ужасно, и не сильно там и хорошо как-то, либо мне вообще категорически не нравилось. Именно поэтому я стала очень скептически относиться к тональным основам от Гош, потому что они стоят не так, чтобы дешево, то есть Гош это скорее middle market, поэтому и цены соответствующие, но никогда не было какого-то восторга. Но вот эта тональная основа полностью реабилитировала мое мнение по поводу тональных основ Гош. Они ее вообще описывают как тон с плотным покрытием, у которого сатиновый финиш, и который очень хорошо держится на протяжении дня. Вот со всеми пунктами я согласна. Эта тональная основа действительно очень красивая, и давайте я сейчас ее буду наносить, для того, чтобы вам это все и продемонстрировать. По консистенции это достаточно типичный такой тональный крем, не сильно жидкий, в то же время абсолютно не плотный, не муссовый, вот такая классика жанра. Этот тон, кстати, был на мне в видео о новинках Catrice, и там просто повальное число комментариев было по поводу того, что у меня нанесено на лицо, потому что действительно очень красиво выглядело. Плюс я там использовала еще праймер, этот Catrice 10 в 1, светящийся. И вот вместе эти два продукта вообще выглядят просто фантастически. Кстати, вот сейчас у меня более темная зона под глазами и вылазит, потому что тон светлый, а консилер более темный под глазами. Упс! Блин, и не денешься никуда, потому что я хочу вам в конце дня продемонстрировать стойкость. И если я нанесу что-то сверху, ну это будет не совсем адекватная оценка, потому что в любом случае смешается консилер Гош с чем-то другим. Так вот, с тем сияющим праймером это вообще как будто союз, заключенный на небесах. Сам по себе этот тон в принципе такой вот сатиновый, светящийся и красиво светящийся. То есть не чересчур, а именно так красиво, деликатно светящийся. А вот вместе с тем праймером вообще мне так нравится общий результат. И судя по всему вам тоже, потому что очень много меня раз спрашивали, что у меня нанесено на лицо. Покрытие, как видите, тоже достаточно плотное. И я почему-то как с перепугу на палитру выдавила целых три помпы, и добрую помпу, а то и полторы, я, можно сказать, перевела. Потому что у этого тона достаточно плотное действительно покрытие с тонкого слоя. То есть его не нужно наслаивать, наслаивать и наслаивать. Я бы сказала, что если вы будете наслаивать, то это будет просто супер плотное покрытие. Так, что еще я могу вам рассказать по поводу этой тональной основы? Оттенок, на мой взгляд, очень удачный. Двойка классный цвет. Не желтый, не рыжий, не розовый. Тоже такой вот красивый нейтральный тон для светлых тонов кожи. Держится на протяжении дня восхитительно. Вот это тоже одна из тех тональных основ, которую с утра нанес. Вечером, в принципе, особо без изменений. По крайней мере, на моем типе кожи. У меня сейчас такая немного комбинированная кожа. В основном нормальная, но есть более сухие участки на лице. Что мне еще нравится, это то, что разглаживает тоже красиво. Вот и поры как-то сглаживает, и вообще текстуру кожи красиво сглаживает. Не трескается в морщинах на протяжении дня. Финиш этот светящийся мне тоже очень нравится. Мне кажется, это здорово как-то освежает лицо. И еще, кстати, интересный факт. Упаковка этой тональной основы сделана из отходов, которые достали из океана. То есть отходов пластика, я имею в виду, которые достали из океана. Ну что ж, похвально. Так, следующая новинка, о которой я хочу вам рассказать, это вот такие вот румяна от Гош. Опять-таки, линейка, это не новая. Линейка называется, по-моему, I'm Blushing. Но вот этот оттенок, это новинка осень-зима 2019 года. И это номер 4, терракота или что-то типа того. Потому что здесь у меня, к сожалению, был стикер, который я пыталась содрать. И в итоге содрала название тоже еще этих румян. Румяна эти мне тоже очень понравились. Это действительно такой классический терракотовый оттенок. И вот, кстати, когда я впервые вживую видела, я вот так на них смотрела и думала, так, то ли это бронзер будет, то ли это будет скульптор, то ли это будут румяна. В общем-то, непонятно, пока не нанесешь. Потому что оттенок именно такой, который граничит между всеми этими категориями. И по факту, мне кажется, вы получаете именно что-то такое пограничное между всеми этими категориями. Как бы это ни звучало странно, но это такой продукт, который классно работает, как все в одном. Если вы не из тех, кто любит наносить сначала контуринг, потом бронзер, потом хайлайтер, потом румяна, или там в любой другой очередности, вам нужно что-то одно. Я знаю, что очень многие люди просто отдают предпочтение румяном и не заморачиваются там с бронзером, контурингом и всем остальным. То есть нужен какой-то один продукт, который взял, нанес и вот как бы и скулы подчеркнул, и в то же время лицо освежил. На мой взгляд, это именно прекрасный представитель этой категории. Наносить эти румяна я люблю такой кистью немножко побольше. Обычно этой кистью я наношу бронзер. И вот для этих румян тоже отлично подошла эта кисть. Что самое интересное, румяна я всю жизнь ненавидела. И вот в последнее время, я не знаю почему, я сплошь и рядом западаю на какие-то румяна, на какие-то релизы. Не знаю, то ли это такой возраст уже у меня достигнут, что без румян никуда, то ли румяна поменялись и стали выглядеть лучше, то ли я, может быть, поменялась и на мне румяна стали выглядеть лучше. Но этот оттенок мне очень нравится. Действительно что-то такое среднее между бронзером, контуром и румянами. И в то же время хорошо это выглядит. То есть это не выглядит как недобронзер или недорумяна, а вот действительно выглядит вот как что-то среднее. И последняя новинка, которая у меня осталась, это маркер для бровей. Называется он Brow Hair Stroke. И я себе взяла оттенок номер 2, Grey Brown. Первое, что хочу сказать, вот как-то он мне совсем не Grey Brown. То есть он должен быть серо-коричневый, но на самом деле он очень оливковый. То есть оливково-коричневый. И скорее это даже такой оттенок, который блондинкам подойдет, либо тем, у кого русые, светло-русые волосы. Немножечко у меня промашка вышла. Я вам когда в последний раз рассказывала о маркере для бровей, это было видео о Makeup Revolution, очень многие плевались на вообще этот продукт в принципе, потому что, ну вот я тут отчасти согласна. Непонятно, почему сейчас на них такая мода. Возможно, потому что концепция новая, и как бы потенциально это может привлечь покупателя, потому что это что-то новенькое. Ну вот мне кажется, все равно, как ни крути, но карандаш и помадка для бровей, это вот такие гиганты, которые чем-то заменить очень сложно. Вот этот маркер, на мой взгляд, мало того, что по оттенку мне не подходит, на мой взгляд, он еще очень сложный в использовании. У него еще такая очень странная форма, потому что обычно делают их формой такой вилки или граблей, а это прям в форме какого-то крыла ангела, и как бы романтично и красиво это не звучало, но на практике это немножко неудобно. Я вам попытаюсь, конечно, его сейчас продемонстрировать в действии, но на мне он еще и очень плохо рисует. Вот видите, я пытаюсь им рисовать, но вот нет вот этих вот черточек, нет вот этих эффектов волосков. То есть я когда добираюсь до кожи, то просто, ну грубо говоря, я могу делать вот так, вот и будет тот же эффект, да. Я просто буду заполнять цветом, а вот этого эффекта именно волоскового я все равно от этого маркера не получаю. Ну вот, как видите, разница очевидная, то есть бровь я заполнила, но это скорее заполнение общим цветом. С одной стороны выглядит симпатично, и в принципе эффект очень похож на то, что я делаю карандашом, но в то же время абсолютно нет вот этой волосковой техники. Я от этого аппликатора не могу добиться вот именно четкости вот этих тонких линий и эффекта волосков. Ну а в заключение могу вам сказать, что как видите, к сожалению, далеко не все новинки меня впечатлили. Единственное, на что я советую вам обратить внимание, это на тональную основу, потому что на мой взгляд она занимает такую более уникальную нишу. Это плотное покрытие, но при этом не матовый финиш, не бархатный такой, не припудренный финиш, а очень даже сияющий. И также я практически уверена, что вам понравятся вот эти румяна, если вы любите вот такие вот терракотовые оттенки, и если вам нужно что-то такое, что будет заменять все и сразу. То есть и скульптор, и бронзер, и румяна одновременно. А на этом у меня все. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте ему палец вверх. Если вы впервые на моем канале, или еще не подписаны, то вы можете подписаться, нажав на круглую иконку вот здесь вот. И также можете сейчас посмотреть другие видео, которые вам рекомендует YouTube. А если вы их смотрели, то мы с вами встретимся в моем новом выпуске через несколько дней. Субтитры сделал DimaTorzok